Девушки отдыхают Сможешь реализовать бинарный поиск? Мне казалось, это то, что ты собирался реализовать. Почему тебя это ставит в тупик? Не буду углубляться. Но все равно вырежут. Расскажи немножко о себе. Я являюсь разработчиком в компании «Одноклассники». Помогаю в службе поддержки взаимодействовать с пользователями и отвечать на их вопросы. Иногда помогаю разрабатывать приложения «Там-там». Также являюсь преподавателем в проекте «Технополис», где мы учим студентов политеха навыкам написания высоконагруженных систем. Расскажи, как ты пришел в «Одноклассники». Я обучался в университете ИТМО в Санкт-Петербургском. И на третьем курсе к нам пришли разные компании, которые предлагали написать у себя курсовую работу либо диплом. И также к нам пришли «Одноклассники», которые сделали какой-то мастер-класс, предлагали нам порешать задачи и рассказать, как бы мы их решали. Ну, такой интерактив со студентами. И я был в числе тех, кто решил задачу и выступил с ней, рассказал решение. После этого меня, можно сказать, заметили, позвали к себе. Я пообщался с менеджерами компании. И дальше там все пошло как бы очень плохо, что мы договорились связаться по скайпу. У меня тогда скайп не работал. Я его выключил, удалил и не увидел сообщения от менеджера, что мы должны были пообщаться. И благополучно про это забыл. Через две недели ко мне подошел преподаватель университета и спросил, как бы ты вроде как общался с ними, есть ли какой-то интерес. Я сказал, что да. И мы договорились о том, что я напишу здесь курсовую работу. И после того, как я ее закончил, меня взяли в штат уже на позицию стажера. Откуда у студента третьего курса были вот эти вот все знания, которых достаточно было, чтобы решить задачу от «Одноклассника»? Ну, задача от «Одноклассников» была больше на подумать, как бы вы стали бы решать эту задачу. Ну, то есть надо было больше мозгами пораскинуть и иметь какой-то здравый смысл. Понятное дело, что никто не может дать точного ответа, тем более студент. Поэтому больше это было на умение мыслить и размышлять. Как сейчас в твоем случае происходит самообразование? В данный момент я все еще продолжаю учиться в университете, в магистратуре. В магистратуре постоянно обучаюсь на работе, ну, потому что с течением времени уровень задач усложняется и постоянно приходится учиться. Задачи появляются сложнее, и поэтому каждый раз приходится познавать что-то новое и углубляться в своих знаниях. Также я часто читаю книги по тем темам, которые меня интересуют. То есть мне надо что-то изучить. Я открываю книжку, открываю интернет, изучаю информацию и как бы иду дальше. Какую последнюю айтишную книгу ты прочитал? Последнюю айти-книгу я читал как «Пасти котов». Получается? Пока у меня нет котов, которых можно пасти, но книга довольно интересная и полезная. Ты работаешь в отделе, который создает систему поддержки для пользователей. Это, наверное, та работа, которая скрыта от глаз реальных пользователей, но это, тем не менее, очень важно. Расскажи немножко про эту систему. Если у человека возникает какая-то проблема с сайтом, то он заходит на веб-версию портала, либо на мобильную, находит там кнопку «Написать в службу поддержки», и вот дальше у него открывается какой-то список целей обращения, тем обращения, по которым он может отправить заявку и написать свою проблему. Я занимаюсь тем, что показываю эти поля в правильном порядке, делаю вот эту систему, которая после того, как пользователь написал свои сообщения, чтобы она дошла до сотрудника поддержки, и он смог пользователю ответить. Большое количество обращений? Порядка 10-20 тысяч бывает каждый день. Одноклассники запустили свой мессенджер «Там-Там». Расскажи немножко о нем. «Там-Там» — это мессенджер, в котором вы можете найти своих друзей, общаться с ними, обмениваться с ними фотографиями, видео, музыкой, создавать свои каналы, постить какой-то контент, общаться в публичных чатах. И это все у вас будет происходить очень быстро, комфортно, и также вы можете даже в режиме оффлайн отправлять ваши сообщения. Ну, то есть если у вас нет интернета, вы хотите что-то отправить, то как только интернет появится, все сообщения как бы уйдут тому, кому нужно. Также там есть видеозвонки, можно звонить, общаться голосом, экономить минуты мобильных операторов, ну, либо созвониться по видеосвязи и точно так же проводить беседы с друзьями. А зачем нужен был еще один мессенджер? Мне кажется, это очень сильно диверсифицирует общение сейчас. Ну, лично у меня, наверное, их штук шесть или семь, я уже не знаю, кому в какой писать. Ну, а почему их у тебя штук шесть или семь? Потому что в каждом из них есть люди, с которыми тебе хочется общаться. Да, и вы создаете мне еще один. И в какой-то момент самый лучший из них выиграет, если люди окажутся там. Расскажи о своем вкладе. Одна из первых задач, которую я стал делать в рамках проекта ТамТам, это сделать поиск по каналам и чатам в ТамТаме. То есть раньше там были просто поиск по сообщениям, потом появились каналы, и надо было сделать так, чтобы пользователь мог найти канал с нужным контентом. А потом мои задачи плавно перетекли в то, что нам понадобились какие-то чат-боты, чтобы мы могли общаться с пользователем и для наших нужд. Я стал заниматься написанием таких вот простых ботиков поначалу, потому что сейчас система ботов только начинает разрабатываться. Ну, и я как бы один из тех людей, которые вот сейчас этим занимаются. А поисковый движок вы свой написали? Или используете какую-нибудь Люцену, Сфинкс? Да, мы используем Люсин, но наш Люсин, он как бы сильно модифицированный. Мы дописали нужные в него части, и по сути у нас как бы есть свой, можно сказать, собственный фреймворк, который вот на этом Люсине основан, но там очень много нашего кода специфичного, чтобы все работало быстро и под высокими нагрузками. А вы не выкладывали это в open source? Ну, то есть взяли open source продукты, работали, вернули миру более быстрый, лучший? Насколько я знаю, мы рассказывали про это на конференциях, как мы что делали, но в open source это никуда. Ну, то есть, смотрите, есть этот Люсин, и есть наш уже код, какой-то нашей бизнес-логики, который очень тяжело взять и отделить от нашей инфраструктуры и отдать людям свободное плавание. На собеседниках часто любят задавать вопросы про алгоритмы и структуру данных, давай ты, например, реализуешь двоичное дерево поиска. Да, давай. И чтобы это не растаялось, но очень долго, я напишу простое дерево без балансировки, но чтобы вы поняли концепт, как это работает и устроен. Отлично. Давайте создадим интерфейс нашего класса. Будем хранить только уникальные элементы, поэтому назовем его set. Наложим ограничения на наши ключи. Отнаследуем их от интерфейса Comparable, чтобы их можно было сравнивать. Также сделаем два метода add и remove, которые будут возвращать true, если операция была выполнена, или false, если операция была не выполнена. Для add это значит, что элемент уже содержался в нашем множестве, для remove это значит, что элемента там не было. Теперь давайте создадим сам наш класс. Создадим также вспомогательный класс node, который будет отвечать за узел нашего дерева. В нем есть значения, а также левый и правый сын. В двоичном дереве поиска будем хранить все элементы меньшего текущего узла в левом поддереве, а все элементы большего текущего узла в правом поддереве. Также добавим в наше дерево компаратор, который позволит задать на ключах другой порядок, отличный от тех, который изначально задан в ключах. Компаратор работает следующим образом. Если значение первого элемента меньше, то он возвращает отрицательное значение. Если элементы равны, то 0. И если первый элемент больше второго, то компаратор возвращает положительное значение. Реализуем теперь метод size. Это просто нужно просто вернуть значение нашей переменной. А теперь сделаю метод contains. Он будет возвращать true, если элемент содержался в дереве, и false, если его не было. Итак, посмотрим на этот метод. Если значение null, то выбросим исключение. Если корень равен null, значит дерево пустое и обходить его не нужно. Дальше будем обходить дерево в том порядке, который был изначально задан. Слева все элементы меньше, справа все элементы больше. Соответственно, если текущее значение в узле эквивалентно нашему, вернем true. Если значение меньше, чем нам нужно найти, то пойдем в правое под дерево, иначе пойдем в левое. Если равенство так и не было никогда достигнуто, вернем false. Теперь давайте реализуем метод add. Продолжение следует... Рассмотрим наш метод. Опять же, если value равен null, выбросим исключение. Если дерево пустое, то создадим на месте корня новый узел и закончим на этом. Иначе будем спускаться по дереву до тех пор, пока не найдем равный, либо не спустимся до пустого узла. Если равно, вернем true, иначе будем спускаться до тех пор, пока какой-то из узлов не станет равным null. В этом случае присвоим ему то значение, которое пришло на вход в наш метод. Теперь давайте проверим наше дерево. Смотрите, я добавил элементы в дерево, попытался его вывести, а на выходе получил какое-то непонятное значение, название класса и какие-то числа. Это ссылка на объект, но нам нужно было увидеть значение в отсортированном порядке. Для этого давайте переопределим метод toString у нашего класса. Продолжение следует... Итак, что я сделал? Я создал стринг-билдер для того, чтобы аккумулировать там значения ключей. Дальше с помощью рекурсии я обойду от корня по всем узлам дерева и соберу их значения. Так как я хочу получить их в сортированном порядке, от меньшего к большему, сначала я буду обходить левое поддерево, затем добавлять само значение, после чего обходить правое поддерево. Давайте посмотрим теперь, что мы получим после запуска программы. Отлично! Смотрите, наши значения отсортированы и идут от меньшего к большему. Давайте теперь проведем второй эксперимент. Итак, я создал наше множество с компаратором, который сравнивает ключи по значению остатка после деления на 2, а затем сравнивает сами значения. Таким образом, сначала будут идти четные числа от меньшего к большему, затем от меньшего к большему будут идти нечетные числа. Далее я заполнил множество десятью значениями, случайными, значения которых лежат в диапазоне от 0 до 20, где 20 не включается. Посмотрим, что вышло на этот раз. Ага, на этот раз ничего не вышло, так как я не вывел новое значение множества. Давайте его выведем. Да, смотрите, все получилось так, как и должно было быть. Сначала у нас идут четные числа от меньшего к большему, затем идут нечетные числа от меньшего к большему. Таким образом, можно предположить, что наше дерево работает корректно. Итак, у нас остался один единственный метод remove, который я предлагаю вам реализовать самостоятельно. Сам же я оставлю здесь просто заглушку, которая будет кидать исключение, если этот метод будет вызываться. Спасибо за внимание. Расскажи, откуда у тебя появилась такая любовь в лечении к алгоритму и структурам данных? Это как-то пошло еще с самого детства, когда в шестом классе нам стали рассказывать информатику, и мне очень понравилось программировать. Я заступил девятый класс, и я узнал, что есть какие-то олимпиады по программированию для школьников. И у меня была учительница, которая нас обучала решать эти задачи, и мы ездили на олимпиады. Какие-то были очные, какие-то заочные. А олимпиада по программированию — это, по сути, надо прочитать текст задачи, понять, какой алгоритм содержится, какой алгоритм нужно реализовать, и, соответственно, написать его правильно, без ошибок, чтобы он покрывал все возможные вариации входных данных. С теми ограничениями, которые был вставлен для этой задачи. И, соответственно, я с девятого, десятого, одиннадцатого класса занимался этими олимпиадами, учился, мы ездили, получали какие-то места. И в одиннадцатом классе я поучаствовал в олимпиаде от университета ИТМО и получил там диплом второй степени. После чего со мной связались представители кафедры компьютерных технологий и предложили мне у них учиться. Ну что, я согласился, и благодаря олимпиаде я смог попасть из своего города в Сибири в Санкт-Петербург. Какую бы книгу по алгоритмам ты бы посоветовал? Я бы посоветовал книгу Роберта Седжика «Программирование на джаву». У меня есть интересное предложение. Давай возьмем рюкзак одноклассников, положим в него эту книжку и подарим человеку, который лучше всех ответит на твой вопрос. Да, давай. А вопрос-то какой? Я бы хотел, чтобы вы написали бы о том, какая, на ваш взгляд, команда должна быть наиболее эффективна. Какие там должны быть роли, какие люди должны участвовать в этом. Возможно, там только разработчик есть, который умеет и тестировать, и придумывает. Возможно, там есть два человека, у них какие-то роли разные. Вот надо описать всех действующих лиц, и какую роль они будут в этом процессе принимать. Да, интересная задачка. Ну и напоследок небольшой блиц-опрос. Какую операционную систему предпочитаешь? Мак. А какое IDE используешь? IntelliJ IDEA. Последние приложения, сайты или стартапы, которые тебя впечатлили? Нет таких. Стартапы или крупная компания? Крупная компания. Что будет трендом в IT через 10 лет? Робототехнику. Когда тебя заменят роботы? Никогда. Сколько у тебя биткоинов? Ноль. Почему? Поздно. На что тебе не хватает денег? На дом на рублевке. Ты же в Питере. В Питере есть своя рублевка. Поэтому и в Питере. То есть даже на дом в Москве не хватает. А ты вообще думал о переезде в Москву? Да, я иногда задумываюсь об этом. А что твои друзья чаще всего спрашивают об одноклассниках? Можешь ли сделать так, чтобы можно было отправлять подарки бесплатно? А там, посмотреть чью-нибудь страницу, почитать чью-нибудь переписку? Да, иногда люди подходят и с этим вопросом. Но у нас как бы все тут жестко регламентируемо. И доступа к перепискам у нас по большей части нет. Но бесплатные подарки все-таки можно слать? Ну, иногда бывают акции, и тогда можно посводить сплатные подарки. Хорошо. Каким бы супергероем ты хотел быть? Ну, из таких, которые существуют, мне тяжело выбрать. Но я бы хотел, например, владеть телепортацией. Зачем? Чтобы быстро перемещаться из одной точки в другую. Куда бы ты переместился сейчас? Мне пока... Ну, я бы пока остался здесь. Но это было бы очень удобно, там, перемещаться между домом, работой, университетами. Спасибо, Миша. А у нас в студии был Михаил Нечаев, разработчик отдела службы поддержки пользователей в Одноклассниках. Ставьте класс и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok